Смотрите, какая четкая разница в цвете между листочками уже в возрасте и молодыми листочками. Посмотрите, как они отличаются по цвету. Молодая жизнь, новая жизнь. А я вышла из дома. Ну, тут есть кое-какие дела нужно сделать. Вот, поднимаюсь в гору. Ой, подниматься эту дорогу непросто. Для нетренированного человека. Вот это вот так вот снизу и туда наверх. Вот каждый день бы так ходить. Никакие диеты не нужны. И туйки, смотрите, вот молоденькие. Веточки выбросили. Ну, и иголочки, что это красиво. Тоже так смотрится. Жизнь. Тветочки. И в кусарах тут уже набирает силу. А у нас в Бакутик более. А сосны молодые. Смотрите, лапки поднимают вверх. К солнцу. И солнце, вот оно. Вас приветствует. Солнце печет, а я в куртке. А, жарко. Но расстояние пройдено достаточно большое. А по ту сторону дороги какая красота. Ой, а я не увидела. И здесь же, посмотрите. Слушайте, ну какие же они красивые, а. Расцвел дикий каштан. Там, посмотрите, такие конусовидные. Грозди поднимаются вверх. А это детский парк. Вот это территория детского парка. И так два каштана обрамляют вход в парк. Люди, ну какая же красота нас окружает. Ну, это такой дар природы. Ну, почему мы должны ссориться, ругаться, драться, устраивать войны, и выяснять, кто какой национальности. Ведь все мы люди. Разве плохо, когда наши дети вот так вот играют в футболк на спортивной площадке под мирным небом. Ясным, красивым. Ну, может быть, местами облачным, солнечным. И кизил выбросил свои плоды. А птички-то как поют. Даже заслушаться можно. Я на обратном пути решила зайти в парк, в этот детский. Здесь есть качельки. Есть лавки, на которых можно посидеть. Интересно, что это за дерево так красиво расцветает. Ну, такое дерево-кус. Ага, ой. А вот плоды. Смотрите, вот такие плоды. Что это? Подождите, это что, барбарис? Или нет, или я путаю. Вот смотрите, вот такие вот плоды. Они уже засохли. И цветок вот такой красивый. Сижу под деревом на лавочке. Получаю дозу позитива. Общаюсь с природой. Общаюсь с природой. Бабочки летают. Хорошо. И птички поют над головой. Прекрасно. Из деревьев сыпется, да, тоже? Не пойми что. Ну что, на выход. Идем домой. Вниз спускаться, это не наверх подниматься. Дорога, конечно, проще и проходится быстрее. А ты вообще нормально можешь пить отцелы. Посмотрите, она что кушает. Она ложками кушает с ума. Она его просто вот так. Она просто ложками съедает. Представляете, это она себе купила. Подождите. Вот это ее сладости. Вот это ее пирожное. Это ее конфеты. Она сладости у нас не ест. Но она раньше ела у нас заварку. Да. Вы представляете, вот чая оставалась заварка, она ее съедала. Я сейчас дальше расскажу. Кушаем банку грибов маринованных. Ее не столько грибы волновали в банке, сколько вот это все, вот эта зелень, чеснок, лук, то, что там оставалось, она это съедала. Она сейчас ест в сумах. Ну скажите мне, пожалуйста, как его можно есть с ложками? Вот посыпь на блюдо, Элла. Заварку я и сейчас хочу, не просто заварка болит. А, вот так, вот вы поняли, да? Элла, ты что-нибудь со своим желудком один раз сделаешь, Элла? У нас второй лимон пошел в фото. Я вчера посмеялась над твоим лимоном, Элла, что у меня нет вариантов, понимаешь, это встретиться с нормальным видом лимона. Точнее, с лимоном в нормальном виде. А ты чего его не доела? Что? Блин. Доешь? Смотри, что она делает? Да сейчас она слопала одну ложку с ума. Смотри, что она делает? Все, пошла релаксировать. Кому что-то смеешься. Кому кофе, кто сейчас кофе будет это поглощать, а кто вот в сумах будет поедать. Она от кофе отказалась. В сумах вкусный? В сумах вкусный, но в сумах можно посыпать. На... В сумах можно посыпать на афар, на мясо, на лук. Вы просто не видите эту картину. Она так ложка, она еще добавила. Я снимала, это было одно, она еще добавила. И вот она ложка, это... У тебя с желудком проблем не будет? Нет. Хозяин барин, понимаете? Что я могу сказать ребенку? Еще не могу сказать. И смех, и грех. Ну вот, да, понимаете, как кому пирожное, кому мороженое, а кому тазик зелени и... И сумаха. Кстати, мороженое есть? Я не хочу мороженое. Какое? Кстати, с кофе будет хорошо. Какое вам? Вот, да, вот она так, она... Она у нас не ест сладко. Она не сладкоежка. Она у нас, это, сумаха-ежка. Кофе не вьешь. Кофе хороший напиток. Снимает стресс. Вот сейчас я пойду снимать свой стресс. Нет, конечно, это не стресс, но это... Это не понимание. Это не понимание, не до понимания. Цветы тоже так кладут? В одно место кладут, в другое не кладут? Ты хочешь сказать? Я понимаю, что в одном месте убрали, в другом месте не убрали. Вот сейчас я ему показала, говорю, убери. Вот это все показало, что надо убрать. Показала, убери, вот это все. правильно на что я показал это он сделает речь об этом же идет и цветы и если кладешь то наверное цветы нужно на всех класть могилы обычно так делают люди в общем так что мы делаем дело мы сейчас пьем кофе как кушаем с ума потом мы с тобой должны собрать за сегодня должны собрать жасмин как как лимон поела на жмется жасмин и лесу мяту мы глядя я попробовать стену замазать я покажу твои творения потом совместные мы так вот так мы и живем весело весело живем пойдемте кофе сначала попьем поговорим порассуждаем по философствуем посмотрите чем она хвастается на мне гать я еще это съела семена кинзы она съела и и это все за после завтрака молодец ну да можно пообедать и пройтись я сегодня видела это птенчика его птенчик он вот здесь на дорожке сидел утром и тогда вышла я вышла и его родители стали кричать кирч shoot кирчак и у нас это дергался берут заберу крышки так 1 краской раз взлетела на ветку seat вот сюда не жалей и сидел долго 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 сколько выходила долго сидел там я уже когда вышло завтракать смотри он его там же очень так летать да у нас же нам во двор во дворе даже тоже эти как вот эти вот птицы с черные сын Грачи-то, наверное. Грачи-то? Или скворцы? Скворцы. Скворцы, наверное, да? Черные с желтым клювом. Вот. Их уже второй год у нас эти... Ошиваются. Их птенцы. У нас учатся летать. Орля-то учатся летать. С дивана прямо под кровать. Мороженое я убила. За кадром. Знаете, что хочу? Вот просто свои рассуждения, да? По поводу чего? Ну, меня так сейчас кое-какой момент так немного подрастроил. Не сказать, что вывел как-то из себя, что я там как-то сильно переживала. Ну, в общем, увидела то, что увидела. И просто я думаю, да, вот люди молящиеся, которые пришли к тому, чтобы молиться, которые стали делать, совершать намаз. Вы знаете как? Этих людей изменило только то, что они стали читать молитвы пять раз в день и склонять колени, да? А поступки, по сути, остались те же самые. Какими низкими были поступки и помыслы, такими они и остаются. Ну, просто я думаю, ну, вроде бы как начали молиться. И, наверное же, появляется какая-то ответственность в поступках, я так думаю. Прежде чем что-то сделать, наверное, нужно подумать наперед, а не принесешь ли кому-то ты этим поступкам вред. И то, что ты делаешь, правильно ли? Зато эти люди налево-направо кричат о том, что они стали ближе к Богу, ездят по святым местам, стремятся получить звание хаджи. А внутри остаются со своей грязью, которая была до того, как они стали молиться. И, как выясняется, молитвы их не очищают. У меня была одна знакомая. И она тогда совершала намаз, она вставала с намазника и начинала проклинать всех, кто ей когда-то что-то сделал плохое. Поднимая колени с намазника, она... Вот это я сама видела, сама слышала. Не стесняясь никого, кто был рядом. Разве так можно? Так и диагноз разве? Ну вот видишь, значит делает. Значит делает. Ну вот, в чем разница-то? Так речь о чем идет? От поистине верующего человека, знаете, должен исходить свет. Должно исходить тепло, доброта. И у тебя должно возникнуть такое ощущение, что ты как будто бы в нем, в этом человеке находишь успокоение, когда ты с ним разговариваешь, общаешься, да? А есть люди, которые только и делают, что кричат о том, что они молятся, и все это делается на показуху. Но при этом себя внутри, знаете, съедают. Съедают с завистью к другим людям, съедают изнутри вот этой желчью, вот. Аптечки как поют. А там, знаешь, я когда шла, Элла, так красиво распускаются. Во-первых, кизил уже есть на деревьях, плоды. Козы? Да. Да, да. Такие же налитые, как и вишни. Такие зелененькие, не налитые. И этот каштан зацвел красиво так в свои вот эти вот цветы вверх поднимает. Они как в горшок прыгали, так и прыгают эти. В большой скорости. Никаких удобств и товарищей. Как они туда залезают? Ничего не там берут. Откуда ты знаешь, что ты туда заглядывала? Откуда ты знаешь, есть у них там удобство или нет? Я боюсь подойти в горшку. Я боюсь, что если я подойду, даже жить в горшке. Вот для них наш дом тоже в горшок. Как для нас этот горшок в горшок, так для них дом, наши дома, наши квартиры тоже в горшке. Они там, видишь, уютно устроились. Что-то они там, наверное, побросали, Элла. Ну, мы мягкую постель сделали себе. Ну, вот. Носили же что-то в клюве. Ну, да. Вот природа, да. Вот она какая интересная. Странная. И за ним эту квартиру тоже убрать не нужно. Не, не надо. Покушение берем. Не надо. Во-первых, он там смотрится, а во-вторых, это чужая квартира. Ты зачем покушаешься? Да-да, поэтому, Гаря. На чужую жизнь. Что-то из семьи разрушает. Не, не надо, не надо. Не надо. Вот смотри, опять он прилетел. Вот смотри, смотри. Ага. А, я поняла, что они делают. Я тебя могу поздравить. Ты семена зелени посадила? Они тебе в горшок у тебя прыгают, клюют. Что? Вот и все. То есть, семена видны, что ли, там? Они тебе, они все видят. Они червяка из-под земли достают. Я когда выхожу, поливаю цветы, у меня весь этот, весь периметр мокрый бывает. Они тут же слетаются. И начинают копать. Как будто они знают, где надо копать, что интересно. Как будто знают место, которое нужно копать. Они начинают копать, доставать оттуда червяков. Они вообще все видят. Они все знают. Животный мир намного организованнее, чем человеческий мир. Честно. Ты 13 градусов будешь откладывать с помощью транспортира, а пчелы это инстинктивно делают. У них же в сотах вот эти вот... У пчелы вообще свои законы, да. Это назвать для себя зелень посадил. Ты для них посадила зелень. Молодец. Ну ты животный мир кормишь. Мир птиц кормишь. Они тебе спасибо скажут за это. Они тебе песни поют. Что, просто так, Ила? Нет. Они тебе просто так песни поют? Нет. За концерт нужно платить.